Всем доброе утро! Иду сейчас гулять с Чарли, я кстати вот так одета, а потом пойду дела делать, я такая деловая вообще, а я такая на голове ёршик, жду не дождусь когда вырастут волосы, вырастут волосы. Никто мне письма не пишет, сейчас вот тут немножко погуляю с ним, по нашей улице, и деловые, мы сегодня деловые. Мы приехали в Гранаду, я хочу съездить в кортель лес сходить, мне не очень нравится этот магазин, не знаю почему, как-то не очень мне нравится, но два раза в год и на скидки я могу туда сходить, это как торговый дом, основанный испанцами, вот, вот это прям, и вот по таким улочкам Гранады мы едем, представляете какая красота, смотрите как здесь все узко. И дорога к камням, вымощена, прикольненько, центр Гранады, смотрите какая. Так что пойду сейчас пошляюсь по магазинам, может что-нибудь куплю, хотя говорю, мне там не очень все нравится, но могу если кошельки там купить или сумку какую-нибудь такую, а так не знаю почему мне не нравится. Видите, какие улочки, что-то он не приглянулся мне. Большой такой, 3-4 этажа что ли тут, я уже не знаю даже. Пошла. Вот так красиво, здесь у нас 9 градусов в Гранаде. Вот, иду сюда, здесь скидки вторые начались. И так как дела, мы уже думаю, давай, надоели Невады, торговый центр, говорю, поеду в Корт-Ингле съезжу. Здесь тоже различные марки, такие, говорят, что типа народа нету, Калейдад, ну как это, более высокого качества одежда, ну я не вижу разницы. Между, допустим, той же Зарой или еще чем-то издешней, не знаю, кому что и как. Смотрите, как красиво, там пешеходный переход, там у нас Сера-Невада, это горнолыжные курорты, видите, как классно, липота. Ну а я пошла, наверное, на телефончик куда поснимаю. Скидки вот по 20 евро, смотрите, вот эта, кстати, очень даже неплохая. Симпатичная. Мне такой цвет очень нравится. Ну вы знаете, я что смотрю, сколько она стоила раньше, допустим, 40 евро она стоила, сейчас 20, ну 50% скидка неплохая, в принципе. Что же интересно. Потому что, если знаете, может как быть, стоило 22, а сейчас 19, это как бы, для меня, я считаю, что это очень неплохая. Вот, обман. Там есть подороже сумки, покачественнее. Черная маленькая, какая хорошая тушь. Почему так? Здесь есть сумки разных марок дорогих. Вот, допустим, видите, это уже 190 стоило, сейчас 95. Там вот в сумке вес, вот этот чемодан какой прикольный. Дети вот тут уже подороже идите, дети тоже 185. Есть, 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 луху где-то я здесь видела. В общем, здесь всего-всего, на всякий вкус и цвет есть, как говорится. Женщина такая. Это я. Ладно, девочки, буду я, наверное, у меня времени не так много, поэтому, если что-то куплю, то обязательно вам расскажу. Как интересно. Сумчара. Вот, 83 евро. Видите, здесь не только за 20 есть. Ну и за 80, и за 90. И что хотите? Это Кельвин Кляйн? Да. Кельвин Кляйн 95. В общем, все на свете. Ну, как я и думала, мне нифига здесь ничего не нравится. Вообще. Хожу уже 5 раз из этажа, из этажа. Все этажи по 5 раз прошло. И ничего не нравится. Ну, ничего. Отрицательный, вот, как это, отрицательный результат, тоже результат. Я каждый раз зарегаюсь сюда не ездить, не терять время. Каждый раз сюда я езжу. Так, у нас здесь мода холодная. Молодежная. Пойдемте хоть косметику, что ли, посмотрим. Не косметику, а бижутерию. В принципе-то я что ищу? Обувь, обувь вообще что-то как-то мало. Непонятно. В общем, не знаю. Будем смотреть. В общем, как я и думала, вышла я с пустыми руками. Ничего удивительного. Ну да ладно. Сейчас домой поедем. Кушать хочется. Сильно, сильно, сильно. Там вот какой-то был дон магазин. Пока жду мужа, пойду, наверное, туда схожу. Переход на переход. Переход на переход, смотрите. Здесь даже, по-моему, воздух изо рта идет. Холодцы. Вы не поверите. Приехала в Гранаду купить ящик клубники за 3 евро. И мармелад. Мармелад очень вкусный. Прям на наш мармелад похож. Обычно здесь продают такой жесткий, как жвачка. А этот прям вкусный, мягкий. Ням-ням. А я все хожу. Все строится, строится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нашим любимым китайском, которым есть все. Смотрите, я тут себе морепродуктов набрали на планше. Приятного аппетита. Вы не поверите, где я. Правильно. В Неваде. Так как китайский находился ресторан рядом прям с Невадой. И машина вела в я. Я говорю, я просто завернула сюда и все. И муж офигел. Я говорю, спи. После обеда тебе требуется сиестка. А я пойду, говорю, на полчасика слетаю и посмотрю, что почем. Никак. Так что я сейчас буквально действительно на полчасика и домой бегом. Купила себе вот такой вот браслетик. Это... Как это называется-то? Господи. Серебро. Серебряный браслетик. Со скидочкой. И сережки вот в этом ухо. Обычные камушки. Сейчас приеду домой, вам покажу. Я их еще приметила в прошлый раз. Но так как сюда приехала, быстренько забежала и взяла. Так. Смотрите, у нас какие ветра. Что деревья нафиг все повалены. Представляете? Вот дерево. И оно завалено. Вот такие вот у нас ветра. И сегодня тоже ужасно. Видите, сейчас на машине ехала. Машина сюда явила, но назад домой. Пипец ее, как водила в ту сторону. Во все стороны, туда-сюда. Вообще ужас. Чарли. Ну, ладно. Ну, смотрите, смотрите. Это еще... Будем выкручиваться. Только зашла домой. Все, сил у меня больше нет. Я как в 10 вышла из дома, так в 7 и вернулась. Пипец. Ай, сейчас как лягу, чай заварю. И буду лежать YouTube смотреть. У нас такой ветроган. Я шла и меня сносила. Это что-то вообще. Как он замучил этот ветер. Ой, не могу. Прямо все уносит. Все на зубах хрестит. В глазах грязь. Вообще. В общем, буду пить чай. У меня после китайского такой сушняк. Я так пить хочу. Вот такие вот у нас пироги. Буду отдыхать. У нас такой ветроган, что даже передают. У меня, пока я смотрела видосики, два раза пришло сообщение, что типа будьте осторожны, ураган. Так что как бы не снесло все нафиг. Крышу нашу. Ой, муж говорит, ты слышишь, она стучит. Я говорю, что ты хочешь, чтобы я на нее легла сверху? Он говорит, да. Я говорю, иди ложись там. Если ей надо улететь, она сама улетит. Вот смотрите, ящик. Ящик клубники за 3 евро. Ну, здесь ящик. И здесь в один ряд, видите. То есть килограмм может быть от сил есть. Ну, полтора. Так что, как говорится, ящик. Это громко сказано. Вот. Слышите, как стучит этот пипец какой-то. Чарли уже на стрёме. Он уже ждет своей чучь. Кто-то идет по коридору. Вернее, уже пришел. Чайки сейчас попью. А, сейчас я вам сережки свои покажу. Обычные вот такие гвоздики с небольшими. Это серебро 925 пробы. Ну, в принципе, они недорогие. Они сколько? 6 евро стоят гвоздики. На камере не так блестят, как на самом деле. Но блестят. Такие они небольшие, видите. Но мне, в принципе, сюда большие-то они не нужны. Потому что иначе будут плохо смотреться. А мои кроссовки... Но кроссовки надо смотреть на это. Одетые. Смотрите, какой классный. Вообще, я человек неординарный, да? Видите, суперские какие. Вообще, мне когда увидела их, они мне так понравились. Они еще с 50% скидкой были. Смотрите, сзади открываются. Тут вот какой-то лейбл. Я, знаете, за марками не гонюсь. Поэтому я вам не могу сказать, чья это марка. Хотя есть коробка. Вот. Но они очень легкие, очень удобные. И я именно хотела высокие. Это вообще супер. Завтра одену платье. Одену эти... Я не знаю, кроссовки, да? Тут вот резинка. То есть ничего не жмет. Они такие удобные. Такие суперские. Вообще. О, сделано в Вьетнаме. Прикол. Сделано во Вьетнаме. Ну, хороший магазин. Там хорошая обувь. Что-то они стоили около 70 евро. Вот. И поэтому, как бы... Мне... Я когда их увидела, все бегом-бегом. Я думаю, блин, сейчас померю. И когда я померила, увидела на себе. Вообще супер. Классные. Вам понравились? А, да. И такие еще... Каким он там разговаривает? В общем, завтра увидите меня в платье и в них. Смотрите, какие классные. И носы такие, знаете, круглые вроде бы, как это. Вот это вот... Что там за резинку надо? Вот это я выбросить приготовила. Посмотрим. Все. Они там наругались. Любят они ругаться шумно. Вот такие, в общем, ботиночки. Скажите, понравились вам или нет. Хотя... Мне без разницы. Если честно. Главное, чтобы они мне нравились и все. Правда, мне, знаете, я даже с подружками там, если пойду, я никого не спрашиваю, нравится тебе, не нравится. Потому что если мне что-то запало в душу, мне никогда не переубедишь, что мне это не идет, что мне это красиво. Я считаю, что я уже достаточно взрослый человек и самодостаточный, чтобы решать такие вещи. Тем более, я считаю, что одеваюсь я нормально, даже, можно сказать, хорошо. Мне нравится. Поэтому, как бы, мнение в моем вкусе. Нет, я могу, когда у меня есть сомнения, спросить у человека, у которого есть вкус. Человек, который хорошо тоже одевается. Мне нравится, как он одевается. Могу спросить там, когда у меня есть сомнения, тебе нравится, не нравится. Но, в основном, я покупаю вещи, когда, вот, знаете, я сначала посмотрела, запала в душу, хожу по другим магазинам, думаю. И, вот, знаете, вот так вот бывает такое, что думаешь и думаешь об этой вещи. И тогда нужно возвращаться и брать. Я не такая, не такой человек, вот, чтобы... Ну, хотя эти кроссовки, да, я купила налетом, потому что у меня не было времени. И то я взяла, знаете, с учетом того, что я всегда их могу вернуть в течение, там, я не знаю, двух-трех месяцев. И этот, стоит, прыгает на мне. Такой я далеко, он на меня прыгает. Вот, и я думаю, что если я дома посмотрю, если они мне не понравятся, то я всегда их могу отвезти. Вот, в течение двух месяцев мы по 100% поедем в Гранаду. И вот такие вот дела. В общем-то, я уже тут завалила себе рейбуш. Мужу заварила ромашку. Сейчас туда добавлю мед и лимон. Он говорит, что у него горло заболело. Хотя странно, мы сегодня, наверное, пережрали. От того и горло заболело. Или от ветра. Смотрите, как ходуном ходит это. Это у меня, в этих тапках я хожу наверх. То есть я переобуваюсь. Эти у меня домашние, а в этих я хожу наверх. Наверху все-таки это улица. Вот. И поэтому, чтобы не тащить грязь, хотя сейчас такой ветер, что пылище везде летает. И все от тебя не зависит. Ладно, будем пить чай, потому что он уже остывает. Мы так, а после китайского, не знаю почему, но всегда хочется пить. Вот всегда. Я не знаю, что они там добавляют. Такое. Но всегда хочется пить. Хотя, вы знаете, ничего такого не ели. Ели все. Либо на гриле, либо вот. На гриле, да. Либо вог. Я всегда делаю вог в остричном соусе. Там много грибов кладу. Обожаю грибы. И в китайском ресторане очень много грибов. Там всякие-всякие есть. У них разные грибы, бамбук кладу. Потом у меня делаю говядины немножечко. Много креветок. И что еще там? Грибы, бамбук. Кабачок и лук. Ну, морковку. В общем, много овощей. Также делаю на гриле всякие морепродукты. Вот я там все, что ем. И что еще там? Ну, и все. На постеры я взяла личи. И еще вот такие там кругленькие, как китайская вишня, может быть, она. Я забыла вам снять. Но не знаю, почему. Потому что я уже снимала этот ресторан. У меня есть в моих видео. Если кому интересно, наберите китайский ресторан, и он там вылезет. Я там все подробно снимала, что там есть и как там есть. А сегодня взяла еще, знаете, что? Бычий хвост в соусе. Блин, он такой вкусный. Я узнаю. Еще мы два дня назад проговорили, что я где-то в горах ела бычий хвост приготовленный. И он такой вкусный был. Вот. И тут гляжу, он лежит. Я прям взяла себе кусок. Там мяса-то немного, но оно такое нежное было. В общем, вот да, сожрала. Вообще, я, знаете, не парюсь. Я уже, вы знаете, что не парюсь насчет еды. У меня мета, знаете, какой? Если я много поела, то мне нужно все это сжечь. То есть, либо походить, либо попрыгать на скакалках, либо позаниматься на резинках. То есть, я не парюсь насчет еды. Ну, конечно, как не парюсь. Я в пределах нормы ем. Моей нормы. У каждого своя норма, мне кажется. И потом уже в зависимости от того, что я съела. Если я съела кусок торта, то я, блин, 12 километров вперед из песней. Вот, кстати, я сегодня 12 километров и прошла. Или даже больше, не знаю. Вот такой делиз. Ну, оно, по-моему, правильно. Если ночью я не двигаюсь, я сейчас пойду на диван лежать, то я, естественно, и жрать ничего не буду. То есть, мне энергия не нужна. Поэтому, зачем я буду энергию делать? Ладно, запарила уже себе, видите, чаек. Буду с вами прощаться до завтра. Что-то понедельник пролетел очень быстро. Завтра рабочий день. Не знаю, с этой погодой. На этой неделе, по-моему, всю неделю будет вот такие ветра. Ну, хотя я, знаете, на той неделе тоже грешила, что будет плохая, невыгодная неделя. А была очень даже продуктивная неделя. Особенно суббота. Ну, суббота был праздник там у них. Ну, еще какой-нибудь праздник в Испании. Очень много праздников. Они все время что-то отмечают. А мне это только на руку. Так что, друзья, буду с вами прощаться. Всего вам самого наилучшего. До завтра. Пока-пока-пока. Кстати, нас уже 250. Ура! Пока-пока. 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 Продолжение следует...